Хочешь командовать летающим клипером или фрегатом? Качай пираты штурм небес и выбирай сам! Воздушным корсарам полная свобода! А также слава, золотишко и постоянные кутежи! И можно грабить караваны! 7000 футов под килем, капитан! Субтитры делал DimaTorzok Ball, как правило, самое популярное телевизионное событие года в США Заставляющее множество различных компаний тратить просто миллионы долларов на рекламу во время матча Рекламные ролики получаются весьма классными Но нас они, конечно же, не интересуют Вернее, интересуют, но не все Во время Суперкубка демонстрируются трейлеры самых ожидаемых блокбастеров года В этом видео будет мое мнение об этих самых трейлерах Вы же это так любите, да? А также мои ожидания от этих фильмов Давайте же начнем! И первым делом у нас пойдет... Ну да, начнем с призраков в доспехах У меня на канале было уже видео, посвященное этому аниме и ожидающему нас фильму Так что смотрите, если хотите Ну, а для тех, кто не в курсе, Скарлетт Йоханссон играет робота, в котором глубоко внутри запрятан цифровой образ живого человека по имени Мотоко Кусанаги Что ждать от этого фильма пока не ясно Аниме, по которому снята эта картина, отличалось красотой и глубокими философскими размышлениями на тему возможности слияния жизни и технологий Снятся ли андроидом электро-овцы? Ну, что-то типа того Будет ли все это в кино или все превратится в очередной туповатый экшен? Это пока главный вопрос Был уже трейлер, который успел вызвать жаркие споры по поводу этого И, кстати, не только этого, а еще и того, что Йоханссон не японка Ну, а в этом же ролике, собственно, ничего нового нам не показали Снова знаменитый прыжок Кусанаги Снова сцена боя в воде, где Мотоко в камуфляже И из новых кадров показали Бато Шагающий танк, который вроде называют Татикомой Могу ошибаться Ну и повторили тот самый спойлер из первого трейлера Они не спасли твою жизнь А украли Надеюсь, что это все-таки не спойлер Надеюсь, что есть какие-то еще другие сюжетные повороты У этого фильма Раз эту вот особенность уже второй раз так вот повторяют и форсят Еще могу сказать, что в целом мне дизайн всего, что показали Пожалуй, нравится Достаточно симпатично и технологично все выглядит И кто бы что ни говорил Но Скарлетт выглядит весьма сексуально В образе робота Вот этого Кусанаги, который Собственно говоря, что и требовалось доказать И говоря о сексуальности Симпатичные девчонки в облегающих купальниках Бегут по пляжу в замедлении Мускулистые мужики от них так же не отстают Демонстрируя свои телеса во всей красе Трейлер Суперкубка коротенький И ничего опять же в себе не несет Кроме разве что плавок Зака Эфрона Все остальное мы видели в дебютном трейлере Ожидаю, что фильм будет, ну, смешной Или хотя бы забавный Что еще ждать-то от него? Все, что я могу сказать об этом трейлере И вообще о проекте Гора Вербински Это то, что мне пока все нравится Мне нравится концепция фильма И многие кадры в трейлере Очень высокохудожественно сняты А еще там Ди Каприо на главных ролях Что, это не Ди Каприо разве? Да-да, Дэйн Дэ Хаан Очень уж похож Ну, прямо вылитый Ди Каприо Выглядит все так, что Как будто это продолжение фильма Остров проклятых Вот серьезно Ну, либо приквел такое ощущение Также очень интригующий проект И трейлер Эдакий чужой Смешанный с гравитацией По крайней мере Похоже на это Мне очень нравится актерский состав Джейк Джилленхол Зарекомендовал себя Как прекраснейший актер Но почему-то Недооцененный киноакадемией А жаль За стрингера Надо было Ну, ему хотя бы Хоть что-то дать Очень уж годно он там сыграл Да и В левше прекрасен он Ну Он полностью вытягивает Этот шаблонный Спортивный фильм А еще там Райан Рейнольдс Имеется Он просто очаровашка Я знаю Я с ним даже разговаривал Ха-ха Было дело Это самый необычный проект Что ожидается мной в этом году Суровый Драматичный Взрослый фильм Про Росомаху Только я вас прошу Товарищи из Фокс Не запарите его Прошу вас Пусть это будет Классный фильм Такой же классный Как и его трейлеры А не его Предыдущие части Мне пока нравится Все что нам показывают Настроение Атмосфера Суровость И Очень классное Музыкальное оформление Трейлеров Задирают ожидания Слишком высоко Очень высоко В том числе И трейлер С Суперкубка И будет жалко Если фильм Разочарует А вот уж Точно что Не разочарует Меня Так это Маймейкер Майдю Почему я так в этом уверен Да потому что Это же Это же Трансформеры От Майкла Бэя Если будет плохо То для меня Это даже Больше удовольствия Чем Если будет хорошо Я люблю Трансформеров От Бэя Люблю Делать по ним Ролики Если же Если же Фильм мне понравится То это будет Прям большим Сюрпризом И я непременно Об этом скажу Ну а вообще Трейлер Выглядит Ничего так Сразу видно Что Бэю Не дает покоя Пристрастие К гигантизму Какая-то Огромная хрень Лежит на поверхности Планеты Какая-то Огромная хрень Лежит в пустыне Какая-то Огромная хрень Всплывает Какие-то Огромные Щупальца Спускаются С небес Благодаря этому Кажется что Человечеству В принципе Там настал Громадный Триндец И Энтони Хопкинс Пришел Темного энергона Хотя это было понятно Из предыдущего Из первого трейлера Атмосфера ролика Депрессивная С налетом Пафоса И слоу-мо Эффекта Как это принято У Майкла Бэя Одно только радует Судя по трейлеру Взбесившийся Оптимус Прайм Таки Огребет От Бамблби Ну вроде бы Да и Как так Все еще нет Ни одного Американского флага В чем дело Я не пойму Майкл Бэй Вы изменяете Сами себе Что я могу сказать Про восьмой форсаж Я жду Эту очаровательную Феерию Тупости Экшена Брутальности И веселья Трейлер Классный Вроде бы Он показывает Те же сцены Из первого трейлера Но с других Несколько ракурсов Показывает Больше Стэдхама Курта Рассела И Дуэйна Джонсона Видимо На них будет Концентрироваться Весь фильм У меня такое предположение Потому что Типа Визель же Дизель же Предал всех Визель Предал всех И ушел сниматься В трех иксах В собственной франшизе Ха Ну ладно Самое главное Я приберег На сладенькое Вы вообще кто Чтобы столько Мнить О себе Ну Яркий Веселый Трейлер Который Показывает Много Новых Кадров Он Просто Классный И меня Очень Повеселил Особенно Ну а так Трейлер Вновь Представляет Нам Всю Команду В том числе И тех Кто К ней Только Только Присоединился Ионду Удонта У которого Вырос Гребень На башке И теперь Он стал Наконец-то Больше Похож На свой Комиксовый Прототип Некая Мантис Которая Засветилась Еще в первом Трейлере О Кто Она Это вопрос Отдельный В комиксах Ей приписывается Куча Различных Способностей Типа Телепатического Тара Общения С растениями И не только В первом Трейлере Мы видели Как она Читала Куила А еще Способность Создавать Всякие Энергетические Щиты Экраны Перемещаться В пространстве На любые Расстояния Вроде как Лишь бы там Была какая-нибудь Живность Растительность И даже Может общаться С фундаментальными Персонажами Вселенной Вселенной Марвел Естественно Типа Вечности И смерти Да-да Это персонажи Здесь похоже Ее сделали Этаким Комичным Персонажем Еще одним Комичным Персонажем Не знаю Куда Куда еще Одна уж Надеюсь Что не перебор А еще похоже Что не было Так же присоединиться К нашим героям А может и нет Не знаю Но по моему По трейлеру Она управляет кораблем Питера Куила Милано Но это не точно Че он сказал Грит Добро пожаловать В звезданутые Стражи Галактики Марвел представляет Стражи Галактики Часть 2 Ну а теперь Перейдем к трейлеру Который понравился Мне намного Намного Больше Чем первоначальный Тизер Мертвец Мертвец По поверхности По поверхности Воды И это очень классно Только я вас прошу Дисней Не запарите сценарий Пусть это будет Что-то типа Черной жемчужины Ну или хотя бы Что-то типа Сундука мертвеца А морские баталии Пусть будут Как в фильме На краю света Но только Но только Пожалуйста Не делайте Еще один На дальних берегах Я вас умоляю Ну вроде этого И не предвидится Судя по мрачному И впечатляющему Трейлеру Который Смонтирован Опять же Под песню Джонни Кэша Ain't No Grave Она называется Ух ты Сначала Росомаха По Джонни Кэше Теперь пираты Видимо Его музыка делает Трейлеры В разы круче Но не только Это классно Здесь нам показали Почти всех Старых знакомых Крупным планом Взят Джеффри Раш В образе Командора Барбосы В новой шляпе И с богатой Шевелюрой Похоже Он наконец-то стал Командовать Своим собственным Маленьким флотом А в трейлере Скорее всего Показано То как он Напоролся На этих призрачных пиратов И как они Разносят его корабли К чертям собачьим Лучше будет сказать К морскому дьяволу Да Мельком мелькнул Заросший тиной Еще чем-то Морским Капитан летучего голландца Уилл Тернер Наш дорогой Орландо Блум Ну и конечно Нам совсем немного Показали капитана Джека Воробья В грязи Который будто бы Спился И буквально Только что Вылез из свинарника Пиратская доля Удивительно Но Барбоса Из них Из всех Выглядит Наверное Самым ухоженным В итоге Жду А трейлер Прямо подогрел Прямо подогрел Интерес к этому фильму Все мрачно Сурово Эпично Да и судя по этому моменту С призрачной чайкой Фирменный пиратский чернушный юмор Тоже никуда не делся Ну и конечно Капитан Салазар В исполнении Хавьера Бардема Также внушает Ну что ж С вами был Сокол Высказывал свое мнение По поводу Целой пачки трейлеров Суперкубка Ставьте лайк этому видео Подписывайтесь на канал Вступайте в группу Вконтакте А также Твиттер Инстаграм Все ссылки есть в описании И пока Субтитры сделал DimaTorzok